Здравствуйте! Время новостей. Вначале коротко о главных темах выпуска. Будьте бдительны! В районе сопки заметили медведя. Важные законы. Госдума поддержала инициативы Ямала, а также обеспечила доп. поддержку семей с детьми. Большие преобразования. На модернизацию городской библиотеки выделено 17 миллионов рублей. В Муравленко заметили медведя. Сообщение о том, что в лесном массиве недалеко от сопки замечен дикий зверь, поступило в ЕДДС утром. Предполагаемый район нахождения зверя, а это около 20 километров в течение дня, был обследован сотрудниками полиции, спасательной службы и охотнодзора. Присутствие медведя тоже не обнаружено, потому что муравейники нетронутые, в целости и сохранности находятся. Обычно медведь начинает ворошить муравейники в первую очередь. Но следов даже и присутствия не обнаружено. Во избежание опасной ситуации, муравленковцам рекомендуют воздержаться от посещения лесных массивов и дачного товарищества «Дружба». В случае обнаружения медведя, жители просят незамедлительно сообщать в единую диспетчерскую службу города по телефону 112 и захоронять самообладание. При встрече с медведем лучше стараться не бежать и в глаза медведя не смотреть, и не создавать паники, и не кричать, не орать. Просто тихо, мирно, медленными шагами уйти, чтобы он вас не заметил. И при бегстве медведь инстинктивно начинает преследовать свою жертву. Первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников оценил качество и темпы дорожных строительных работ на Ямале. В Муравленко особое внимание уделил ремонту дорог. Тему продолжит Татьяна Козырь. В Муравленко сейчас идет масштабная реконструкция подъезда в городу, а также строительство улиц Светлая и Новая. Обе станут связующими нитями центральной улицы Ленина и Нефтяников. Вот городская поликлиника и движение вокруг городской поликлиники не организовано. Постоянно пробки, постоянное скопление. Поэтому мы вот этот участок развязываем, из дворов мы уходим. И мы развязываем его, и сразу на улицу Ленина выезжают, и сразу выходят вот на эту улицу. Первые метры нового дорожного полотна на улице Светлой уже уложены. Продолжается демонтаж плит и перенос тепловой камеры в районе Ростелекома. Завершится строительство Светлой лишь в будущем году. А вот улицу Новую планируют полностью достроить этим летом. Ее протяженность увеличится с 400 до 700 метров. Вот это все мы снимаем, коммуникации меняем, тротуарчики новые, дорога новая. Здесь тоже все идет полностью под замену. И мы делаем проезд полностью до спорткомплекса. Это лишь часть большой реконструкции целого микрорайона, поясняет глава города Александр Подорога. В ближайшем будущем здесь запланировано строительство еще нескольких проездов. Заместитель губернатора знаком и с реакцией жителей на проводимые работы. Объем работы очень большой. Мы видим, что жители по-разному относятся к этому. Достаточно часто они говорят о том, что испытывают, чувствуют там дискомфорта. Но я прошу отнестись к этому с должным пониманием, потому что по-другому мы этого не сделаем. Ямальцы должны увидеть качественные изменения на дорогах. Такую задачу поставил глава региона Дмитрий Артюхов. Мы и в этом году увеличиваем значительный объем работ, а в следующем году будет рост еще больше. И мы должны за несколько лет существенно улучшить качество дорог. Это и в принципе нам эти задачи ставят и наш президент, и сами жители ставят. Передаем вопрос о том, что качество дорожной сети, безопасность ее должна существенно увеличиться. Этим летом в округе отремонтируют более 100 километров муниципальных дорог, свыше 50 километров региональных и межмуниципальных трасс. Контроль за качеством выполнения всех работ осуществляет окружная дорожная дирекция во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Ситниковым. Задача очень серьезная у всех дорожников. Могу сказать, что не все были готовы так интенсивно приступить. Есть замечания практически во всех муниципалитетах. Сегодня дирекция активно ведет работу с техническим надзором, со службами заказчика. И будем исправлять. По поручению главы региона, все ремонтные работы на Ямале, в том числе в муниципалитетах, должны быть завершены в срок до 1 октября. Татьяна Козырь, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Значительно улучшить транспортную инфраструктуру Арктики позволят и важные для Ямала изменения, внесенные в федеральный закон о платных дорогах. Госдума приняла его в окончательном третьем чтении. Напомним, законопроект инициировал Ямал после принятия решения о строительстве моста через реку Пур в районе поселка Уренгой. Тогда встал вопрос, каким образом и по какой финансовой модели этот проект будет реализовываться. Представляя законопроект, депутат от Ямала Владимир Пушкарев подчеркнул важное уточнение. Граждане России продолжат бесплатно ездить по дорогам и сооружениям. Частным инвесторам разрешат строить дороги, а затем взымать плату с грузовых машин в зависимости от веса. Легковые автомобили, транспорт, мотоциклы, социально значимый транспорт смогут ездить бесплатно. Жители, россияне смогут бесплатно передвигаться по данным дорогам и искусственным сооружениям бесплатно. Это навсегда закреплено в законопроекте. Это очень важный момент, который все обращают внимание и почему-то ставят под сомнение. Но это прописано бесплатно. Принятие этого закона позволило привлечь частный капитал в создание объекта транспортной инфраструктуры, которая очень важна для округа, для экономического развития. И вообще создает такое начало, прецедент дальнейшего использования вот такой схемы создания объекта. Еще один закон, принятый Госдумой, касается усиления поддержки семей. С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первое и второго ребенка смогут получать куда больше семей, чем сейчас. Принят закон о выплате детских пособий до трех лет. Первая ключевая поправка касается так называемого критерия нуждаемости. Теперь выплаты смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Это почти в полтора раза расширит количество получателей этих средств. Законом предусмотрено и то, что родители станут получать выплату вплоть до достижения ребенком трех лет в размере прожиточного минимума на ребенка в регионе. На Ямале это более 16 тысяч рублей. Продление срока выплат будет происходить по заявлению родителей. В избиркоме Муравленко зарегистрированы кандидаты в депутаты на предстоящие дополнительные выборы в городскую думу. Предвыборную гонку продолжат три человека. О подготовке к единому дню голосования рассказывает Ирина Бугрим. На очередном заседании городского избиркома зарегистрированным кандидатам в депутаты вручают соответствующие удостоверения, кто будет бороться за голоса избирателей. Своих кандидатов выдвинули три партии. Единую Россию представляет Елена Климович, Сергей Зарипов, КПРФ, ЛДПР, Василий Заворотынский. В избирательный бюллетень будет включено три кандидата. Соответственно, избирателю необходимо будет поставить только одну отметку напротив фамилии выбранного им кандидата. Более чем одна отметка или отсутствие отметок в бюллетене будет считаться недействительным. Численный состав городской думы Муравленко – 20 человек. По два представителя от каждого из 10 избирательных округов. 8 сентября жителям 10 округа предстоит выбрать депутата на одно вакантное место. В территориальной избирательной комиссии ведется информационно-разоснительная деятельность. Это изготовление баннеров, это изготовление материалов малых форматов, больших форматов, которые будут распространяться на территории многомандатного избирательного округа номер 10, где пройдут наши дополнительные выборы депутата. С 10 августа приступит к работе участковой избирательной комиссии 410, которая задействована именно на этом округе. В голосовании примут участие избиратели, голосующие в здании 4-й школы. Это почти 3000 человек. Жильцы 27 домов, микрорайоны «Российский», части улиц «70 лет октября» и «Нефтяников», а также двух домов на улице «Новой». Люди особой заботы в день выборов смогут проголосовать как дома, так и на участке. Для этого создадут все условия. Избирательный участок оборудован всеми необходимыми средствами для комфортного доступа. Будут также работать в день голосования волонтеры, которые помогут проголосовать избирателю-инвалиду. А также у них будет возможность проголосовать на дому. Об этом необходимо будет уведомить избирательную комиссию путем телефонного звонка или передачи через знакомых. До единого дня голосования остается чуть больше месяца. Уже в августе представители участковой комиссии посетят каждого избирателя и напомнят о выборах. А для тех, кто 8 сентября по уважительным причинам не сможет посетить участок, предусмотрено досрочное голосование. Сделать выбор раньше установленной даты избиратели могут с 28 августа. Ирина Бугрим, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Центральная городская библиотека вскоре станет модельной. Модернизация объекта ведется в рамках нацпроекта «Культура». Детская библиотека также переживает масштабные преобразования и готовится к переезду в новое здание. Подробности у Ольги Черной. Изменения в работе библиотек жители заметили еще несколько лет назад. В городе появились и успешно реализуются творческие проекты «Мама может», «Наукоград», «Квартирники» и многое другое. Благодаря такой активной деятельности проект модернизации центральной библиотеки вошел в число победителей федерального конкурса создания модельных библиотек, которые являются частью нацпроекта «Культура». Реконструкция идет полным ходом. Полы будут облицовываться керамической плиткой, где-то линолеум будет стелиться, а также лестничные клетки будут облицовываться керамической плиткой. По задумке авторов проекта, муравленковцы получат комфортное пространство для реализации научных проектов, общения и отдыха, обновленный книжный фонд, новое оборудование, от робота-консультанта до интерактивных панелей. А специалисты пройдут переподготовку и повысят свою квалификацию. При образовании ждут и детскую библиотеку. По тому, как выглядит здание на улице Дружбы народов 8А внутри, трудно сказать, что осенью уже здесь появится современный центр интеллектуального развития для детей и молодежи. Сюда переедет детская библиотека. Здесь будет новое современное оборудование, которое позволит с пользой проводить время. На модернизацию всей библиотечной системы города выделено около 17 миллионов рублей. 10 из федерального бюджета, 3 из окружного и почти 4 из муниципального. Детская библиотека после трансформации получит статус центра интеллектуального развития для детей и молодежи. Коллектив уже разрабатывает новые проекты. Сейчас здесь мы с вами находимся в будущем конференц-зале. То есть здесь планируется проводить не только какие-то конференции, здесь планируется и семинары проводить, и вебинары даже. Даже для этого мы закупаем оборудование, которое позволит нам это делать. Это оборудование, которое суперсовременное. В центре интеллектуального развития появится мультимедийное кресло, сенсорные панели, интерактивные парты, VR-очки, новейшее звуковое и проекционное оборудование, компьютерная техника, дизайнерская мебель, система автоматизации обслуживания. Библиотечная система города полностью преобразится согласно требованиям сегодняшнего дня. У молодых людей сейчас в тренде быть успешным и образованным. Поэтому люди-то и приходят в библиотеку за самообразованием, для того, чтобы вложить в себя. И библиотека, вот этот тренд, она уже давно подхватила и бесплатно помогает людям вкладывать в себя, в саморазвитие. Здесь же можно заниматься не только читать книжки, тут же можно попробовать что-то руками сделать. То есть, вот это знание, полученное из книги, его же можно тут же попробовать воплотить в реальность. Оба объекта планируются ввести в эксплуатацию уже этой осенью. Как только здания будут готовы, начнется расстановка мебели, оборудования и подготовка библиотек к приему посетителей. Ольга Черная, Петр Хаджаев, Новости, Муравленко. В городе завершена обработка зеленых насаждений от насекомых. Специалисты подрядной организации опылили всю растительность на территории города. Кусты и деревья на газонах. И хотя все применяемые препараты не представляют опасности для жизни и здоровья людей и животных, все работы по правилам проводились в ночное время. Используем несколько препаратов, которые не позволяют размножаться и появляться клещам. Таким жукам, которые повреждают непосредственно кору, ствол дерева, не дают размножаться насекомым. Тля, которая начинает зарождаться в самой листве. Вместе с тем препараты являются действенным средством от мошки и комаров. Такая обработка зеленых насаждений от насекомых проводится ежегодно. Ростелеком расширяет спектр предоставляемых услуг, добавляя в них востребованные современные разработки. Видеонаблюдение Ростелекома доступно для домашнего использования и для бизнеса. Подробности у Анастасии Поповой. С помощью видеонаблюдения от Ростелекома вы всегда будете в курсе того, что происходит у вас дома, в подъезде или на даче. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы или ЧП. Габель Гасумов уже ощутил преимущество современных технологий. В связи с тем, что у нас в подъезде не работает контроль учета доступа в наш подъезд, то есть не работает домофон и вход в подъезд свободный, я решил установить систему видеонаблюдения, которая позволит осуществлять контроль за нашим имуществом, то есть за моей коляской, моего сына и моей дочери. Данная система видеонаблюдения позволит мне в режиме реального времени с помощью моего собственного смартфона определять, на месте ли моё имущество находится или нет. Это самая главная безопасность и, конечно же, комфорт. Внешние камеры антивандальные. Их можно установить в подъезде, на детской площадке или на автостоянке. Изображения с них транслируются в режиме реального времени. Видеопоток сохраняется в облачном хранилище. Да, с помощью мобильного приложения компании Ростелеком «Омный дом» в режиме онлайн можно просмотреть видеозапись и также можно просматривать видеоархив. И вы можете выбрать необходимую вам дату, время и экспортировать это видеоролики. С помощью приложения можно сделать скриншот, сохранить или скачать видео. Услуга видеонаблюдения защищена от всех киберугроз, поскольку данные хранятся в облачном хранилище. Данные доступны только для пользователя, либо лиц, которым предоставляется пароль. Камеры могут вести съемку в ночное время, в непогоду, проводят запись аудиофайлов, воспроизводят, что говорит владелец в двухстороннем режиме. Внутреннее и наружное видеонаблюдение от компании Ростелеком работает с любым оператором связи. Подключение и настройка видеокамеры – процесс несложный, и сделать это можно самостоятельно. Анастасия Попова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше информации на нашем сайте муравленко24.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова